Вот тот самый видос, который вы все заслужили. Сегодня я вам расскажу, как исправить перенагрев вашей батареи, быстрое падение емкости, быстрый разряд ваших iOS-устройств. И мы это все быстренько поправим всего несколькими шагами. Добро пожаловать на канал Облэксперт, с вами Владимир. Друзья, если вы каким-то волшебным образом или случайным накатили проблемную данное в случае и видео 16.2, или же это будет в будущих видеороликах или даже на других iOS, он подойдет ко всем вариантам, потому что система в принципе едина, и я знаю, как это все дело поправить. Давайте же приступим сначала к первому шагу. Придем наше устройство, подключаем к iTunes, у нас идет синхронизация, это обязательно, то есть делается резервная копия. Вот перейдем на наше устройство и видим здесь некие пункты iCloud и этот компьютер. Выбираем лучше этот компьютер, нажимаем зашифровать, вводим код-пароль и все. И у нас синхронизация здесь идет, резервная копия, дожидаемся по всем четырем пунктам и у вас здесь отобразится время и дата. Все. Это первый шаг, который вам нужно сделать. Для чего это нужно? Потому что после того, точнее, как вы сделаете резервную копию, вам нужно будет сбросить настройки к заводским, полностью все стираете и после этого мы уже приступаем к тому, что нам нужно будет восстановиться. Мы просто выбираем активировать, восстановиться с резервной копией, ПК именно. И просто подключаете устройство, оно здесь уже сразу распознает его в режиме восстановления, выберите данный бэкап, все, и вам нужно будет подождать. Да, это займет минут 30, может 40, а может и быстрее, все зависит от вашего скорости интернета. И самого уже железа вашего ПК. Так вот, друзья, для чего этот нужно? Это чтобы нашу систему зарезервировать и потом мы уже, в принципе, сделаем сброс полностью всех настроек. Вы отключаете все то, что потребует система. Нужно отключить там, найти айфон и так далее, и так далее. Вы это отрубаете, все, потом идет процесс накатки, выбираете язык, выбираете ваш регион и приступаете к тому, что вам нужно восстановиться с резервной копией. Вот тот самый момент, когда вы выбираете восстановиться с ПК или МАК, то есть с компьютера, выбираете данную прошивку и восстанавливаете. Все, ничего сложного нет. Дальше вам нужно, чтобы ваше устройство, естественно, было заряжено на 100%, вы восстанавливаетесь, проходит это время, вы ждете, пока полностью восстановятся все ваши файлы, делаете жесткую перезагрузку. Я уже записывал данный видеоролик. Для каждого устройства можете посмотреть, там, допустим, у меня на айфон 12 вы зажимаете кнопку громкости плюс-минус и держите кнопку блокировки до тех пор, пока устройство не выключится. Убираете палец и все, устройство перезагружено. Вот, все. И вам нужен примерно там день, может максимум два, ну, скорее всего, один день вы где-то будете испытывать, там, может быть, небольшой нагрел в каких-то программах. Но в дальнейшем ваша система стабилизируется, потому что я достиг результата. Сейчас я вам покажу. Вот, вы можете видеть по этому графику то, что 28 часов активной работы, но, опять же, я говорю о том, что я в игры не играю, я сильно много не там сидел, не обрабатывал какие-то видео, не записывал, поэтому и такой результат, потому что по активности экрана, сами видели, там, не достигает, там, 4 или 5 часов. Но, напоминаю, что необычная версия айфон 12, у меня уже 90% емкости батареи. И, опять же, уточняю то, что действительно вам нужно понимать, что это сработает от 100% и там до 86%, максимум 85% емкости вашей батареи. Потому что все, что ниже, это уже бесполезно. Даже сама компания Apple рекомендует заменить вашу батарейку, потому что она уже требует просто расходник, расходный материал, который после 5-100 циклов уже теряет свою емкость, разрушается, и дальше она уже есть нецелесообразная в использовании. Вот все, что вам, в принципе, нужно было. Ну и настроить автономность. Есть куча видеороликов, я уже записывал. Также подходит для всех версий iOS. Я рассказывал, где в конфиденциальности все убирать, поубирать, а что нужно оставить и так далее, и так далее, чтобы там ненужные отчеты никуда не уходили, не делались затраты. По сотовым данным, ребята, точно так же зайдите в настройки сотовой данной, поубирайте ползунки там, где вам это абсолютно не нужно, потому что это тоже будет затратно по вашей батарее, нежели по Wi-Fi, когда вы используете. Вот, это все те нюансы, о которых, я думаю, уже знает каждый пользователь. Но если вы не знали, то, конечно же, поблагодарите пальцем вверх, подпиской на канал, ну и классным комментарием. В принципе, все. Попробуйте, напишите, какой у вас iPhone, какая у вас была версия, и какая у вас съемка, сработало ли это. Я думаю, в 99% у вас сработает, потому что я протестил на себе, это действительно рабочая схема. Поэтому, скоро увидимся!